Всем привет! Сегодня мы поговорим с вами о настоящем кинозавре в сфере одежды. Это та самая фирма, которая из обычной компании по производству рабочей одежды для астербайтеров стала культовой конторой, которая завоевала популярность по всему миру. Речь конечно же пойдет про легендарный американский бренд Carhartt. Но прежде чем мы начнем, не забудь взять что-нибудь вкусненькое, присаживайся поудобнее и приятного тебе просмотра. Компания была основана настолько давно, что пережила две мировые войны, кучу кризисов и при этом не ударила в грязь лицом, сохранив при этом высокое качество одежды и популярность по всему миру до сегодняшнего дня. 1889 год. Именно тогда под руководством Гамильтона Carhartt была основана компания по производству строительных комбинезонов. Благодаря тому, что в конце 19 века Детройт был промышленным регионом США, спрос на рабочую одежду от данной конторы был очень и очень большой. Именно в это время появляется слоган «Честное качество за честный доллар». Компания начала свою работу с пятью шейными машинками, а штат сотрудников был ограничен десятью людьми. Уже спустя несколько лет количество сотрудников и оборудования увеличилось в разы. С наступлением Первой и Второй мировой войны фабрика выпускала технологичную одежду для военных, а в мирное время выпустила свой первый дизайнерский проект – куртку Carhartt CO1. В 1959 году дочь Кархарта вышла замуж за известного дизайнера, который помог к стремительному развитию мануфактуры. Спустя несколько лет дела компании резко пошли вверх. Культовая американская одежда вышла на европейский рынок, где быстро завоевала популярность. С ходом времени сильно увеличился ассортимент и направление производства одежды. В продажу поступили не только рабочие куртки и комбинезоны, но и стильные аксессуары, футболки, кофты, кепки и другие вещи для повседневной жизни. На этом история бренда подходит к концу. Пришло время научить тебя отличать настоящую американскую одежду от одежды, которую отшивают на ближайшем востоке. Сделаем мы это на примере легендарной сумки Carhartt Essential Back. К большому сожалению, в наше время очень много подделок на эту хайповую и культовую сумку. И отличить оригинал от подделки очень сложно, но вполне реально. Первое, на что мы с вами обратим внимание, это, конечно же, логотип. Он пришивается строго по краям, все четыре края должны быть пришиты и швы должны быть максимально ровными. Далее, конечно же, посмотрим на крой сумки. Он должен быть ровным, все швы закончены и не выглядят как парное макраме от китайцев. Также немаловажной частью является фурнитура. Она должна быть YKK, полностью черная на всех моделях сумки. Но, к большому сожалению, это не является особо отличительной чертой, так как китайцы сейчас начали ставить фурнитуру даже на свои паленые сумки. Самой главной отличительной чертой, по которой можно отличить оригинальная сумка или нет, это, конечно же, внутренние бирки. На первой внутренней бирке сумки Carhartt ты должен увидеть переливающуюся полосу. Если она не переливается, то в твоих руках, конечно же, подделка. Также обратите свое внимание на канатики, которые находятся на фурнитуре. На ней должен быть выбит логотип Carhartt и надпись VIP. Тиснение должно быть качественным и шрифт должен быть ровным. Мои поздравления, теперь ты владеешь всей информацией, как все-таки отличить оригинальную сумку Carhartt от поддельной. Спасибо тебе огромное за просмотр. Если видео было интересным и полезным, не забывай прожимать лайк. Подписывайся на канал, включай колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о других моих видеороликах. Также, если у тебя остались вопросы, задавай их в комментарии. А на этом я буду с тобой прощаться. До новых встреч и пока! Субтитры сделал DimaTorzok